Забудьте про серую скуку будней и наслаждайтесь сюрпризами. В этом автомобиле сочетается динамичный облик спортивного купе и повседневная практичность, яркий дизайн и высокое качество. Автомобиль года 2015. Автомобиль года 2016. Это Kia Ceed. Что с дизайном? Ребят, вы уж меня простите, но это опять скукота. Ну вот недавно был Sorento Prime. Вроде бы сарай, но красивый же, статный, изящный даже. Но как дело касается C-класса, Kia сразу делает ручками жест крыши над головой и создает унылую машину, которую с 50 метров не отличить от любой другой. При этом в Kia эту машину осыпают эпитетами вроде кленовидный профиль, мощная плечевая линия и даже игра мускулов. Чистый маркетинг. На деле машина выглядит современно и на этом точка, ибо больше мне сказать нечего. Если сравнивать с предыдущим, дорестайлинговым Ceed, то изменений, как обычно, немного. Рестайлинг, он и есть рестайлинг. Оптика, бампера, набор колесных дисков. Вот и все. Внутри Kia Ceed тоже нет ничего сверх космического, но и ничего убогого тоже нет. Интерьер автомобиля уравновешен и сбалансирован. Все, что должно быть в хэтчбеке C-класса, в этом автомобиле есть. И в сравнении с конкурентами Ceed не выглядит аутсайдером. Несмотря на очень большую внешнюю схожесть интерьера Ceed с интерьером Cerato, мне тут нравится больше. Я не могу ответить почему, но материалы здесь, мне кажется, качественнее. Все необходимые регулировки присутствуют. Такие как руля по вылету и по высоте, продольное расположение сидений, расположение сидения по высоте, наклон спинки. Вот только валика под спиной нет. Материалы тоже, в принципе, стандарт для этого ценового сегмента. И они устраивают, тем более, как я уже сказал, мне кажется, что они выглядят более дорого, чем в более дорогом Cerato. Органы управления все на месте, привыкнуть легко, пользоваться удобно. В общем, с точки зрения удобства и комфорта расположения переднего пассажира и водителя у меня претензий ноль. Сидеть здесь удобно и, в общем-то, хорошо, но недолго. Дело в том, что кресла не отличаются сверхэргономичным профилем и долгая поездка не очень хорошо скажется на спине. Из средств мультимедиа за дополнительные деньги вам предложат навигационную систему и камеру заднего вида, экран головного устройства 7 дюймов, качество изображения, в общем-то, хорошее, а вот качество звука в этом автомобиле не очень. На заднем ряду сидений Kia Seed запасла, в общем-то, достаточно пространства. База автомобиля 2 метра 65 сантиметров, если я не ошибаюсь, для хэтчбека это очень даже недурно. И, в общем-то, все люди ростом меньше 1 метра 80 сантиметров смогут чувствовать себя здесь вполне комфортно. Ну, а высокие люди, высокие люди, возможно, почувствуют легкое давление со стороны профиля переднего кресла, но вот на макушку давить ничего, мне кажется, никогда не будет, потому что запас пространства над головой, ну, очень солидный. Чего здесь есть? Здесь есть подлокотник с подстаканником, стеклоподъемник, кармашек и светильничек. Чего мне здесь не хватает? Ну, было бы здорово, все-таки, чтобы здесь были воздуховоды и подогрев заднего дивана. Ну, а в остальном, в общем-то, здесь комфортно. Наклон спинки, конечно, не позволяет валяться, но есть подголовник, и сидеть здесь даже пару часов я бы смог. Багажное отделение небольшое, но глубокое. Тем не менее, его объем страха конкурентам не внушит. 380 литров. Если хотите путешествовать на этом автомобиле, обзаведитесь рейлингами и дополнительным боксом на крышу. Двигателей для Kia Ceed доступно всего три. Это бензиновые двигатели объемами 1,4 и 1,6 литра, 1,4 на 100 лошадиных сил, 1,6 на 130 лошадиных сил и 1,6 с непосредственным впрыском на 134,6 лошадиных сил. Так написано в документах. Для последнего двигателя коробка может быть выбрана только роботизированная, а для первых двух можно выбрать механику или автоматику. У нас на тесте автомобиль с тем самым двигателем 1,6 с непосредственным впрыском на 135 лошадиных сил и преселективный робот. Динамика. Когда больше 10 секунд до сотни, это уже не динамика. Но едет Ceed определенно бодрее Mazda 3. Правда, я не уверен, что этим стоит гордиться. В общем, если хотите пошустрее, сразу смотрите Ceed GT. Там тоже 1,6, но есть турбина. Просто Ceed ни с одним из его трех моторов не едет. Коробка у Kia получилась хорошая. Я на ней уже не раз ездил и скажу, что в Kia поступили восьма интересно. Они настроили преселективного робота так, чтобы он по повадкам был похож на автомат. Решение странное, но результат достигнут, и этот робот по ощущениям не отличить от гидротрансформатора. Переключается плавно, любит повышенные. Даже в спортивном режиме этот робот не старается задать жару. Подвеску явно перенастраивали для российских условий, и к ней у меня претензий нет. Ну, разве что она чуть мягковата, но это, на мой взгляд, даже плюс по нашим дорогам. Макферсон спереди, независимая рычажно-пружинная сзади. Клиренс порядка 150 мм, так что на зиму стоит обзавестись лопаткой. А по лету и по российским дорогам вполне себе энергоемкая и комфортная подвеска. И при этом не мешает управляемости быть вполне острой. Острая управляемость становится в режиме спорт. Руль в этом режиме наливается тяжестью, и машина начинает ощущаться собранной и сбитой. В режиме комфорт комфортно парковаться, а стандарт – это что-то среднее между первыми двумя режимами. Расход бензина очень даже неплох. У меня получилось порядка 8 литров на 100 км в смешанном цикле. На мой взгляд, это очень и очень недурно. Цены на автомобили Kia Ceed начинаются на отметке 735 тысяч рублей. Это за пустой автомобиль с двигателем 1.4 на механике. И финишируют в районе 1.165.000 рублей. Это за вот такой аппарат с двигателем на 135 лошадиных сил и со всеми возможными опциями мультимедиа. Что у нас с конкурентами? Вот тут история среди хэтчбэков C-класса интереснее, чем среди седанов, которых пруд пруди. По факту есть Ford Focus, Hyundai i30, Peugeot 380, Citroen C4 и Mazda 3, которые вроде как на сайте еще выбрать и заказать в виде хэтчбэка можно. Но по факту, по-моему, в России уже купить Mazda 3 хэтчбэк нереально. Так вот, все эти конкуренты дороже, чем Kia Ceed. И получается, что корейский концерн опять вне конкуренции. И конкурирует он этой машиной с автомобилями классом ниже. Мне кажется, именно в этом заключается секрет такой популярности автомобиля Kia Ceed. Финально у меня получается, что у Kia Ceed всего два крупных недостатка. Один из которых весьма субъективен. Это невзрачный внешний вид. Ну а второй все-таки объективен. Это гамма слабеньких моторов. В остальном, в остальном Kia Ceed очень хороший автомобиль. И ни один из конкурентов не сможет предложить вам такой спектр технологических достоинств за эти деньги. В общем, если у вас не бывает настроения, когда вы хотите ехать быстрее всех и вам, в общем-то, положить на то, насколько экзотично в потоке выглядит ваш автомобиль, купите себе Kia Ceed. Хороший автомобиль C-класса. Ну а если указанные мной два недостатка вас все-таки немного волнуют, присмотритесь к Kia Ceed GT. Там обе эти проблемы попытались решить. Там есть более сильный турбированный мотор и выглядит она пожарче. На сегодня это все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые тест-драйвы. Рад был вас видеть. Оставляйте свое мнение в комментах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok